Женя, Катя, Сережа и Жанна – счастливые обладатели квартир-студии в новостройке. Для Жанны это было не просто вручение. Она сама, того не подозревая, первая приняла первых гостей, да еще каких. Я в гостях уже, да, поздравляю Жанну Игоревну, да, и цветочки тебе. Глава района Андрей Иванов поздравил ребят с новосельем, а они с легким смущением пожимали ему руку и брали ключи от своего нового дома. После вручения памятных подарков, как и полагается, хозяйка пригласила всех к столу. За чашкой чая Андрей Иванов пообщался с ребятами. Они поделились с главой района о своих планах на будущее. Благодаря качественной отделке, компания, которая строила эти дома в комплексе ЖК Рублевский, дети практически ни в чем не нуждаются. Можно заезжать, перевозить свои вещи, обустраиваться, создавать свои семьи, радоваться жизни, трудиться, работать, учиться. То, что мы, собственно, и хотели добиться от такой помощи и поддержки детям, оказавшихся в сложной ситуации. В этом году мы купили и передали детям 18 квартир. Деньги нам поступают из областного бюджета, бюджет Московской области. Екатерина Волочаева признается, что получать ключи из рук главы района – очень волнительное дело. И поначалу ей даже не верилось, что все это происходит наяву. В ближайшее время девушка планирует переехать в новый дом. Я очень рада. Все вообще устраивает. Офигенно. Спасибо всем, кто это делает. Очень клево. Трудно сказать, что я чувствую. Это не описать. Это невозможно. Это только надо самим чувствовать. Потому что такие чувства, когда дети вырастают и уходят, для матери очень радостно. Конечно, радостно. И квартиры очень приятные. Но в то же время и больно. Квартиры созданы по современному дизайну. На первом этаже гостиная и кухня, а на втором – спальня. Основная мебель и бытовая техника уже есть. Кроме того, в преддверии волшебного праздника ребятам создали новогоднее настроение. Каждую квартиру украсили и поставили елку. Очень позитивное у нас было чаепитие. Дети раскрылись, рассказывали о том, где они учатся, о том, что они думают делать дальше. Кто-то обращался с просьбой и с вопросом, можно ли найти в дальнейшем после учебы работу в Одинцовском районе. Кто-то уже работает и спрашивал про детские сады, школы, как детишек водить после переезда в эту квартиру. Поговорили про соцсети, про наши парковые зоны, про скверы, про то, как развивается Одинцовский район. Мы всех рады здесь видеть. И не только в этих квартирах, но и на рабочих местах, и в администрациях, и во всех наших ресурсных организациях, которые нуждаются в профессиональных кадрах. Хочется очень создать здесь комфорт для тех семей, которые будут создаваться. У ребят появился свой дом, в нем смело можно начинать строить большую семью. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.